Здравствуйте! Это библейский портал экзогет.ру. Сегодняшняя тема – исцеление расслабленного при купальне Вифизна. Часть вторая. Хочешь ли быть здоров? История, которую мы рассматриваем, описана в Евангелии от Иоанна в пятой главе. Действие происходит в одном из крытых ходов, то есть в одной из колоннад, которая располагалась вокруг комплекса из двух огромных бассейнов. Эти бассейны назывались Вифизда. Господь Иисус Христос приходит туда с учениками. Особенностью этого места было то, что время от времени, когда наступал благоприятный момент, ангел Господень сходил, возмущал воду, и первый, кто туда спускался, исцелялся. Какой бы болезнью он не болел. Пятый стих пятой главы. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. Он болеет уже 38 лет. Это не означает, что он 38 лет находится в одной из колоннад. Но это означает, что ему уже, наверное, около 50, а может быть даже и больше лет, может быть 55 или 60. Ведь Христос чуть позже скажет, «Иди и больше не греши». Значит, причиной его болезни стал какой-то грех. Нам это хорошо известно. Бывает, что человек ведет неправильный, нездоровый образ жизни, и рано или поздно приходит болезнь. Иногда бывают случаи весьма очевидные. Если человек от уныния начинает пить, превращается в алкоголика, то или один, или другой орган, а иногда сразу несколько органов выходят из строя. Но бывает иная ситуация. Образ жизни может быть нарушен и каким-то другим способом. И вот если человек поступает неверно, греховно, то может прийти болезнь. И поскольку это бывает уже в сознательном возрасте, значит, 38 лет болезни плюс как минимум 15-20 лет сознательной жизни, вот и получаем возраст того, кто будет исцелен не меньше 50, а может быть даже 55 или 60 лет. Шестой стих. «Иисус, увидев его лежащего, и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему, хочешь ли быть здоров? Лежит уже долгое время. Сколько, непонятно. Может быть, месяц. Может быть, несколько месяцев. Может быть, даже и более года, или даже пару лет. Лежит долго, но пока еще не получил исцеление. И вот Христос спрашивает, хочешь ли быть здоров? Вопрос, который кто-то может найти даже оскорбительным. Конечно, он для этого здесь и лежит. Почему это учитель Иисус вдруг задает такой странный вопрос? Но Христос задает этот вопрос для того, чтобы начать беседу, и для того, чтобы исцелить этого несчастного. Седьмой стих. Больной отвечал ему, Так, Господи, то есть да, я хочу исцелиться, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода, когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня. Что же двигало теми людьми, которые находились рядом? Из дальнейшего повествования ясно, как и из этих слов, что больной, по сути дела, был расслабленным. То есть он с трудом двигался, он был, видимо, частично парализован. И как только происходило возмущение воды, он, конечно же, вставал, пытался идти, но делал это очень медленно. И вот давайте себе представим, те, кто рядом находился, кто мог хорошо ходить, они торопились вперед, они его отталкивали, они отталкивали друг друга только ради того, чтобы получить исцеление. Встает вопрос, почему кто-то не помог? Ведь это исцеление можно было получить и при следующем схождении ангела в воду. Ангел-то регулярно по благоприятным моментам сходил в воду. Здесь, значит, в людях, которые были рядом с этим несчастным, говорило неверие, потому что они боялись. А может быть, это последний раз, когда ангел входит в воду. Вот я этот последний момент, последний шанс и должен использовать. Как это я ему помогу дойти? Нет, я его оттолкну. Я проберусь вперед. Я буду первым исцеленным. И, конечно, получается, что они проявляли свое маловерие, хотя вроде бы как получали исцеление от Божьего действия, потому что через ангела действовал Бог. А этот человек, который не мог дойти вовремя, он продолжал лежать и надеялся именно на Бога. И вот такой парадокс. Тот, кто получал исцеление, не становились, может быть, от этого более верующими. Но тот, кто терпит, страдает, он дождался встречи с воплотившимся Богом и уверовал во Христа. Точно так же бывает и в жизни. Не стоит много говорить о том, что часто материальные блага достаются не только людям не самым достойным и не самым праведным, а все с точностью да наоборот. Материальные блага, власть, могущество, как правило, это удел людей и неверующих, и очень часто греховных и коварных. Но если нам приходится терпеть, если нам где-то в чем-то приходится ждать действия Божия, то это действие может превзойти любое и материальное благо, и какое-то внешнее исцеление. Как это мы видим в ситуации с расслабленным, встретившим Христа. Восьмой стих. Иисус говорит ему, «Встань, возьми постель твою и ходи». В греческом тексте стоит термин «кравватос». Нам, конечно, известно слово «кровать», которое произошло от этого греческого термина, но означает «кравватос», особенно в данном контексте, не какое-то шикарное пышное ложе, а подстилку, какую-то такую, может быть, походную койку. И вот Господь потому-то и говорит этому человеку взять его подстилку и вместе с ней пойти, чтобы он удостоверился. Исцеление полное. Он не мог хорошо ходить, он был расслабленным, а теперь он не просто идет, а идет даже с определенной нагрузкой, как бы мы сказали сегодня. Конечно, это чудо, потому что если человек долго не движется, у него атрофируются мышцы, и моментально он не может пойти, даже если он исцелен. А здесь и исцелен, он и может ходить. И вот эта вот подстилка нужна для того, чтобы и он и окружающие удостоверились. Произошло исцеление. И произошло без спускания в воду, без действия ангела. Но все понимают, что исцеление возможно только от Бога. Значит, и в этой ситуации, в этом случае, также действовал Бог. Девятый стих. И он тотчас выздоровел, и взял постель свою, и пошел. И исцелился, и пошел, и послушал Господа Иисуса Христа. И вот Иоанн Богослов, как очень грамотный автор, до определенного момента сохраняет интригу. Смотрите, в начале интрига заключалась в том, что никто не помогает, и Христос исцеляет этого несчастного без необходимости спускаться в воду. А теперь интрига возобновляется, потому что, оказывается, это произошло в субботу. Продолжение девятого стиха. Было же это в день субботний. А в день субботний запрещалось что-либо носить. И, конечно, когда этот исцеленный с радостью берет подстилку, потому что он ощущает, как вернуло здоровье, он забывает о том, что рядом сидят завистники. И эти завистники тут же говорят, нельзя ничего делать в субботу, в том числе что-либо носить. Десятый стих. Посему иудеи говорили исцеленному, «Сегодня суббота, не должно тебе брать постели». Как же он на это отреагировал? Признался ли он? Сказал, что «Да, вы знаете, я допустил ошибку». Нет. Посмотрите его ответ. Замечательный ответ. Глубоко богословский. Одиннадцатый стих. Он отвечал им, «Кто меня исцелил, тот мне сказал, возьми постель твою и ходи». Если исцеление пришло через Иисуса от Бога, значит и распоряжение, повеление взять постелку и вместе с ней идти тоже от Бога, а Бог не может отдать греховное распоряжение. Двенадцатый стих. Его спросили, «Кто тот человек, который сказал тебе, возьми постель твою и ходи?» Логика ответа исцеленного стала понятна иудеям. Видя, что он не желает признать свою ошибку, потому что не может из одного источника течь и горькая, и сладкая вода, раз было исцеление, значит и повеление взять носилку тоже верно. Они хотят теперь скомпрометировать самого Иисуса и говорят, «Так, скажи нам, кто тебе отдал такое распоряжение?» Тринадцатый стих. «Исцеленный же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте». Действительно, все это произошло достаточно быстро. Подходит некий раввин с учениками, спрашивает, «Хочешь ли быть здоров?» Начинается краткий диалог, после которого раввин говорит, «Будешь исцеленным, вставай, бери твою постель и иди». И настолько это было неожиданным, что исцеленный даже не успел спросить, «Как твое имя?» А Иисус в нашем русском синодальном переводе сказано «скрылся в народе, бывшем на том месте». Это не совсем точный перевод. Если мы читаем по-гречески, Иисус уклонился от толпы, находившейся в этом месте. И, возможно, толпа стала собираться именно потому, что произошло чудо исцеления. Ведь этот человек, один из немногих, кто уже очень долго лежит, уже несколько раз сменились те, кто приходил, больные, они прыгали в воду, получали исцеление, все новые и новые, приходят больные, получают исцеление, а этот все лежит и лежит, лежит и лежит. И вот он вдруг исцелился, без того, чтобы прыгнуть в воду, понятно, собирается толпа, и Господь Иисус Христос уклоняется, чтобы не быть среди этой толпы. 14 стих. «Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему, вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже». Очень важно, что исцеленный идет не в трактир, не в ресторан, не на развлечения, а идет в храм. Понятно, идет, чтобы Бога поблагодарить, потому что, прекрасно понимает, он дождался, его терпение вознаграждено. И именно там, в храме, нашел его Господь Иисус Христос, но нашел не для того, чтобы сказать, вот я тебя исцелил, а для того, чтобы предупредить. Ты исцелен, но в тебе до сих пор есть та страсть, которая тебя подвигла на греховные дела, следствием этих греховных дел стала твоя болезнь. Не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже. Потому что, во-первых, ты уже старше, ты 38 лет назад заболел, а теперь твой организм, конечно, измотан болезнью. А вторая причина духовная. Первый раз ты получил прощение, но второй раз, если ты, знаете, апостол потом скажет, как пес возвращается на свою болевотину, так греховник возвращается обратно к греху. Если ты вернешься ко греху, то, конечно, последствия могут быть для тебя значительно хуже. Итак, не греши больше, чтобы не случилось того, чего хуже. Исцеленный, видимо, с радостью беседует с Господом Иисусом Христом и хочет этой радостью поделиться с окружающим. Он рассуждает следующим образом. «Если меня исцелил этот раввин, значит, может помочь и другим». 15 стих. «Человек сей пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус». Именно этим он руководствовался. Он хочет ему донести, «Пожалуйста, вы спрашивали, кто меня исцелил, я вам говорю, но говорю для того, чтобы вы могли к нему обратиться и получить пользу». 16 стих. «И стали иудеи гнать Иисуса и искали убить его за то, что он делал такие дела в субботу». Некоторые толкователи отмечали, а может быть наоборот, может быть этот исцеленный оказался предателем и пошел наябедничал, настучал, донес на своего благодетеля. Его только Христос встретил в храме, он его увидел и тут же побежал докладывать иудеям. Такие мнения существовали в древности и один из наших замечательных церковных экзегетов, святитель Иоанн Златоуст объясняет, что это мнение совершенно неверно. То есть весь ход событий, то, что исцеленный идет в храм, все это показывает его благодарность Богу и благодарность исцелившему его Иисусу Христу, через которого действовал Бог. Поэтому святитель Иоанн Златоуст говорит, нет, он идет к иудеям не для того, чтобы донести или наябедничать, а для того, чтобы указать иудеям возможность получить благодать. Это иудеи пользуются данной информацией для того, чтобы начать преследование Иисуса за то, что тот якобы делает трудные дела в субботу. Искали убить его за то, что он делал такие дела в субботу. За что же ищут убить? Ищут убить, потому что в их представлении исцелить другого великий труд. А такое представление возникает, потому что не видят в нем воплотившегося Бога, Сына Божьего равного Отцу. Видят в нем, всего лишь человека, и более того греховного. Этот греховодник, рассуждают они, исцеляет на показ и специально выбирает субботу, он согрешает сознательно, творит богохульство, а богохульника следует убить. Вот такова логика. И найдя Иисуса, они тем не менее не смогли его убить, потому что время еще не пришло, он учил как власть имеющий. 17 стих. Иисус уже говорит им, отец мой до ныне делает, и я делаю. Когда он так говорит, он указывает, что его отец это Бог, а он сын Божий, он тоже Бог, и раз отец исцеляет больных и творит добрые дела воплотившийся Иисус, также исцеляет больных в субботу, потому что что тяжело для человека, легко для всемогущего Бога. Но этот аргумент иудеи не принимают. 18 стих. И еще более, искали убить его иудеи за то, что он не только нарушал субботу, но и отцом своим называл Бога, делая себя равным Богу. Иоанн Богослов указывает, что они понимали, о чем он хочет сказать. Они понимали, что он до них доносит мысль «Я равный Отцу». Но они всячески этой мысли сопротивлялись. А тот, кто не сопротивлялся, получил исцеление. Поэтому, конечно же, эта история о терпении, которое было вознаграждено не только исцелением тела, но также и верой воплотившегося Сына Божия. Когда приходится нам терпеть, давайте помнить, что это приносит нам многочисленную, многочисленные блага, многочисленную пользу. Большое спасибо за внимание. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Пока! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok